Я был в трофеях, да, вот что конкретно ты можешь сказать, насколько это важная игра? Ну не то, что это, насколько важная, но именно что для тебя знать в завтрашнем матче? Ну, спасибо за вопрос. Для меня, во-первых, это суперфинал, не просто финал, сейчас называется по-другому. Мы, во-первых, очень рады, что мы попали сюда, потому что действительно новая сетка турнира, она кому-то нравится, кому-то нет, но она сложная, в большом счёту, с переездами, с перелётами и со всем остальным. То есть там около 13 матча, по-моему, получалось, что мы сыграли, чтобы быть в Лужниках здесь. Для меня это, не скажу, что очередной, для меня долгожданный, наверное, этот финал, потому что не только для меня, но и для каждого нашего футболиста, каждого нашего болельщика, которые привыкли и хотят быть в таких матчах, это, наверное, главная задача и цель участвовать в них. Поэтому никто не должен сомневаться, что мы оставим все силы на поле, но то, что я там только что интервью давал, тоже все иногда говорят, что футбол несправедлив, ещё что-то. То есть, ну, всё решает зелёное поле и цифры на табло. Когда ты смотришь туда, уже не бывает никаких отмазок, справедлив, несправедлив, всё закономерно. Поэтому мы приложим максимум сил, ну, не то, что максимум, а все силы, а дадим, чтобы сыграть хорошо в этом матче. Господи, клинц, что ли? Да-да-да. Игорь Александрович, здравствуйте, удачи вам. Игорь, тоже здравствуй, удачи вам. Последний раз, ты сказал, был в финале в 2017 году, там была очень напряжённая игра, серии пенальти, а что ты можешь вспомнить с того матча? А с кем мы играли? Да помнишь? Фанжи. Вот. Молодец. Игра была врослым, да, действительно, там было 35 градусов жары, звёздный состав Фанжи, удаление понтуса. Как мы любим говорить, смешались в диконе, вот так всё было, да? Вот, поэтому тяжёлый был финал, серия пенальти. Но до этого я уже много раз говорил, что и там в 2008 году игра с Анкаром была не такая лёгкая, когда ты проедешь 2-0, там сравниваешь счёт, дополнительное время и пенальти. Финал тем, наверное, и крашу, что тут цена ошибки возрастает, наверное, в 2-3, в 5 раз, я не знаю, можно по-разному сказать. Вот, иногда финалы получаются скучные, да, потому что, ну, как любая команда, не хочет там совершить какую-то ошибку, пропустить нелепый гол или что-то такое, а потом трудно отыгрываться. Вот, ну, даже если уходить в тот финал, смысла, наверное, нет. У нас сейчас завтра свой финал, новый финал, да, в котором, ещё раз говорю, должны максимум сил и просто умереть на поле, потому что, если ты хочешь выигрывать титулы, трофеи, это по-другому не бывает. И опять же, если возвращаться туда, как команда ЦСКА, она это делала, она умирала, она десятером играла, но всё равно мы дожимали и выигрывали, как бы, все эти матчи. Поэтому, надеюсь, что наше нынешнее поколение, наша молодёжь проникнется именно такими матчами, тем более, я думаю, что антураж, он и сам для себя говорит. Вот молодой человек, Северн, Пола. Здравствуйте, Данил Косинец, Матч ТВ, Игорь, вопрос к вам. Безусловно, вы командный игрок, в первую очередь, и тем не менее, всегда мы ищем такие мини-дуэли. Дуэль вратарии, например, Кенфеев против Сафонова. Ну, сколько для вас важно выиграть эту дуэль? Потому что многие считают, что вы до сих пор лучший вратарь страны, несмотря на то, что Сафонов первый номер сборной. Спасибо. Вы знаете, в моей жизни столько было дуэлей, я уже даже не хочу даже вспоминать. Тем более, дуэли делаете вы, да, журналисты и все остальные. У меня ни с кем никогда в жизни дуэли не было. У меня есть одна цель доказывать именно своей команде, что на данную секунду я могу приносить пользу, да. Если завтра другой любой, там, не знаю, Слава Торова, еще кто-то, будет намного сильнее меня, это будет совсем другая история. Это будет как бы честная и правдивая история. А здесь то, что касается дуэлей, мне, честно, неинтересно. Я не читаю, не смотрю и, сами прекрасно знаете, никогда не осуждаю и не говорю про своих коллег. Поэтому, еще раз говорю, что все оставит на свои места в футбольное поле. Есть? Да, Сергей. Сергей Большевский, Игорь, добрый день. Насколько я помню, из того финала Санжи в Грозном только остались вы и Кирилл Набабкин. Какую-то работу с ребятами будете проводить, чтобы рассказать, как эти финалы играются, что нужно делать, или люди все сами понимают, и каких-то дополнительных слов никому не нужно говорить? Ну, я думаю, спасибо за вопрос, вы и задали, и ответили на этот вопрос. Работу проводит, наверное, психолог, еще кто-то здесь, еще раз повторюсь, что все понятно, это не одна восьмая, не одна тридцать вторая какая-то там стадия, это финал, это суперфинал. Я думаю, как и кто еще должен настраивать, если не сами футболисты, которые хотят и жаждают выиграть трофей, да? В принципе, это, наверное, ключевая, нам Валентина тоже соврать не даст, тренер может говорить все, что угодно, но именно если у тебя в голове сидит, и ты жаждешь выиграть какую-то игру, или какой-то трофей, тогда у тебя все получается. Есть еще вопросы? Давайте, последний, Стас, и отпустим Игоря. Здравствуйте, Стас, РПС-ТВ. Завтра будет петь после игры Баста, с которым вы знакомы, он болельщик ЦСКА. Немного нефутбольный вопрос, есть ли любимая песня вашего Басты? Ну, давайте мы завтра, если все сложится хорошо, выйдем песню вместе с Бастой, да, я с ним хорошо знаком, и тогда я вам отлично знаю этот вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Игорь. Вопросы Владимира Валентиновича.